здравствуйте друзья светлана мне зачитала вопрос а я его так перескажу коротенько значит человек говорит вот у нас вот в российской федерации это вот те айтишники которых я видел немногословные интровертированные даже те которым казалось бы надо с людьми общаться там типа тех саппорт там вот они тоже не могут толком объяснить и как какие-то они там замкнуты и начальники тоже бывают такие что не могут толком задачи сформулировать вот как в америке спрашивают айтишники они вообще общительные и вот светик может быть ты вот как человек светлана я вам так продаю как бы качество светлана работала в микрософте в макове антивирусной компании в информиксе в xerox и да где ты еще работала свет еще пару стартапах я работала в стэнфорде в стэнфорде давайте департаменте но в общем света скажи пару слов визе интернешнл да расскажи вот тут интересная речь прозвучала очень смешная а тут прозвучало так что вот ну да понятно вот люди которые сидят за компьютером не теряется навык разговорной речи и он уходит и поэтому они не в состоянии связать услуг на мне кажется что это ключевой момент на самом деле все как бы с точностью до наоборот это как что было раньше курица или яйцо так вот раньше было то что просто айтишники сами по себе не очень общительные люди поэтому они идут войти то есть будучи не общительными детками они ближе общаться с компьютерами это определенный склад и психотипии психический такой склад личности и ближе общение с компьютерами человек-машина человек-человек поэтому конечно да среди компьютерных людей очень много людей которые не обладают хорошими общительными навыками это правда теперь вопрос второй с точки зрения вот как как система устроена руководителей дело в том что в америке по сравнению с бывшими странами СНГ или СССР очень как бы как бы человек идет на очень конкретную позицию это в россии например человек мог начинать программистом потом его ставили начальником отдела даже если он не обладал достаточными коммуникативными навыками потом он мог выслужиться еще выше и также не умел ничего формулировать и это было окей здесь это не совсем так то здесь если человек например идет работать программистом и у него недостаточные навыки именно общения у него практически нет возможности подняться не по технической линии то есть он может двигаться по программированию там стать например там не знаю лидером лидом может быть но это практически его потолок то есть те должности которые требуют большего общения они безусловно требуют навыков этого общения и туда пойдут уже люди не те которые с детства не могли бы услышать а туда пойдут люди которые имеют хорошие навыки общения разговорные давай начнем с вот с чего в соединенных штатах вся система образования включая школы начиная со школьного с или с первого класса вся система образования построена как гуманитарная то есть там изучается массы естественных наук но это гуманитарная в первую очередь и способность человека к самовыражению это если может быть даже самый главный элемент вообще всей системы образования он может быть таким знать нелюдимым и молчаливым это куда-то уснувшимся но когда он сядет и что-то напишет вы поймете что он здорово пишет тут есть маленький нюанс дело в том что войти белые американцы которые прошли систему обучения не идут у них открыты другие дороги они свои знания и навыки используют другом как раз они дойдут менеджмент и вот они являются тем руководящим звеном который умеет выразить свои мысли умеет объяснить и донести а в программисты идут в основном иммигранты это могут быть иммигранты из индии иммигранты из россии иммигранты из китая у которых как раз из коммуникации не очень в кремниевой долине это правда но в целом по стране очень много коренных американцев белых которые работают которые учатся на программистов и так далее просто у нас немножко другая демография совершенно но вопрос не в этом вопрос том что среди программистов есть очень много ребят которые заканчивают получают mba которые получают сертифицируется по project management которые правда получают по бизнесу какое-то образование это настолько массово что представить себе трудно ну и в первую очередь я хочу сказать что вот 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 в это рвутся как раз люди из индии из китая но те которые как раз и у них сообщение это все нормально вот как только речь идет вот это вот бизнес менеджмент project management доедут люди которые умеют раздавать я почему это сказала что это разные категории людей то есть те которые сидят за компьютером и молчаны не могут ничего объяснить они не они не хотят в менеджмент и они не пойдут учиться на это а те которые говорят они пойдут выучиться и будут управлять теми кто сидит за компьютером пишет код нет такого чтобы менеджер его не поставить менеджер если он не в состоянии говорить ставить задачи и как бы хорошо общаться хорошо общаться соответственно сейчас тестеру невозможно без хорошего общения сейчас вот это agile методология и там все время митинги бывает такая быстрая разработка что там даже невозможно баг репорт написать вот он подходит пальцем тыкает этот садится рядом и чинит вот вот так работают сейчас многие поэтому сейчас вот эти навыки коммуникации исключительно важны и для программиста и для тестера и так далее то есть он он может быть не очень разговорчивым но если ему нужно что-то сформулировать он сформулирует хорошо вот можно не сомневаться в этом даже если он молчун такой вроде никогда не подумаешь нормально но он напишет он может быть есть только скажет сколько нормально на них у них с этим с этим проблем особо нет давай света мы завершим тему так вроде мы все рассказали потому что вы друзья приезжаем в такого места где нужно сосредоточиться на дороге счастливо что-то что-то